С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину мы видим грубейшие провалы как военного, так и политического руководства России. Связаны они с неправильными оценками ситуации, ошибочными прогнозами и личными действиями Владимира Путина. Но даже спустя более года полномасштабной войны создается впечатление, что Путин продолжает пребывать в информационном пузыре, который он сам для себя и создал. Здравствуйте, меня зовут Константин Игнатчук и сегодня обсудим, получает ли президент России объективную информацию о войне и к чему это ведет. А мои собеседники – военный эксперт Александр Коваленко и политолог Николай Довыдюк. А для начала обсудим, какую информацию получает Путин и как он к ней относится. Мы знаем, что в течение десятилетий в путинском окружении происходил отрицательный отбор в пользу наиболее лояльных и тех, кто говорил президенту только то, что тот хотел слышать. Ему и сейчас фильтруют доклады. В данной ситуации даже человек, глубоко зашоренный в своей какой-то шизофрении и паранойи, он все равно должен понимать, что если тебе... Если ты хочешь услышать, что Киев возьмут за три дня, но Киев не взяли за три дня. Если ты хочешь слышать, что Украину оккупируют за семь дней, но Украину не оккупировали за семь дней. Если ты хочешь слышать, что тебе на Пасху подарят бахну, но тебе не подарили на Пасху бахну, ты хочешь это слышать, но ты постоянно слышишь совсем другое. Ты не видишь в реальности, что это происходит. То есть даже человек, у которого есть серьезная потребность слышать то, что он хочет, но он видит, что происходит на самом деле, он попросту уже не будет верить этой информации и будет делать какие-то определенные свои выводы. И, скажем так, практически все те планы, которые были у российских оккупационных войск, а что до Украины, они не оправдались. Они себя не оправдали. Все те планы, которые касались даже банально удержания территорий, они тоже в течение 22-го года рухнули и продолжают рушиться даже сейчас. Поэтому, да, возможно, он хочет слышать совсем другую информацию. Возможно, он бы хотел воспринимать это немного по-другому. Но за год полномасштабной войны, даже больше, реальность такова, что она не позволяет ему уже настолько слепо оценивать ту ситуацию, которая происходит. Путин доверяет той информации, которую ему докладывают или приносят в папочках? Человек, который построил карьеру на обмане, на лжи, человек, который построил карьеру на постоянном манипулировании, он сформировался, что все люди такие. И когда ты растешь, достигая ступеньку за ступенькой, именно на обмане, конечно же, от других людей ты ждешь, что они тоже тебя будут обманывать. И вот это, на самом деле, жизненное такое наказание всем лжецам и обманщикам, что они наказываются тем, что они потом сами никому не могут оживили. Потому что они кристаллизовались как люди исключительно с помощью обмана, как профессионалы, как некие особи в обществе. Соответственно, то же самое они ждут от других. И вот он уже не сможет до конца своей жизни кому-то поверить. Ну, это тоже хорошо, мы на этом, если честно, неплохо манипулируем. И эти ссоры в рядах их армии, эти ссоры между Шойгу и Пригожиным. Снова же, это уже тоже работа наших ипсо, наших манипуляций. Мы понимаем, вот почему легко работать против Путина. Мы четко понимаем его психотип. Вот мы понимаем, что он не верит, что он перепроверяет, что он ждет от всех манипуляций. Соответственно, мы этим тоже манипулируем. То есть, ну, как это, пациент больной, но работать с ним можно. Поэтому мы это давно вычислили, мы с этим, скажем так, справляемся неплохо-то. В разы лучше, нежели он думает, что справляется с ним. Ну, так или иначе, он все равно получает информацию, которую ему передают намного чаще, чем заслуживает лично. С другой стороны, даже та информация, которую ему зачитывают, мягко говоря, тоже не соответствует действительности. Фактически вся ситуация, все, что происходит в зоне боевых действий, даже в регулярных официальных отчетах и докладах Генерального штаба ВСРФ, Министерства обороны, оно искажено. Оно кардинально искажено, и доверять ее не имеет смысла. Поэтому та информация, какую в действительности получает Путин, сложно сказать, ведь он получает ее, на самом деле, из разных источников. Не только от Фрунзенской набережной. Он получает и от СВР, РФ, соответствующий пакет докладов. Он получает соответствующий пакет докладов от ФСБ. И какой из них соответствует действительности в большей степени, вот в принципе в чем вопрос. То, что ему предоставляют именно с Фрунзенской набережной, конечно же, если говорить о том, что декламируется в открытых источниках, но она вообще не соответствует действительности, это правда. Почему Путину подают неадекватные донесения, в частности от Минобороны? Я еще не верен, что он адекватно это все воспринимает, и как он перемалывает, и что ему в голову ложится. Я более чем уверен, что вот как он читает, так ему и ложит. Вот он верит в правый сектор, что он вот такой. Вот он у него есть. Он верит в фашистский заговор. В его голове он есть. Вот ему его и на стол ложат. Путин готов платить деньги своим генералам за победы над несуществующими врагами. Вот несуществующих врагов им и приносят. Ну и снова же, их легко побеждать. Победили ли русские фашисты в Украине? Ну конечно, в своих отчетах победили. Пойди, пройдись в Украине, фашистов не найдешь. Ну все почему? Потому что они их победили. Победили ли фашисты антироссийский заговор в Украине? Конечно, победили. Пришли, посмотрели, нет антироссийского заговора. И так миллион всего победили. Победили ли они армию НАТО в Украине? Ну конечно, победили ни одного НАТО в Украине. Победили ли армию Штатов, Британию, я не знаю еще какой страны. Ну всех победили, потому что их здесь не было. Вот единственное, они не могут победить армию Украины, потому что она здесь есть. Она реальна, она не мифична, она не придумана в путинской голове. Второе, в закрытом сообществе узкого круга людей, которые очень долго проводят время друг с другом, а это могут быть десятки лет, они уже притираются к психологическим вот этим особенностям друг друга. Вот считается вот просто полностью психотип, считается полностью сущность человека и под нее подстраиваются вертикально. И вот соответственно сказать, что они обманывают Путина и носят ему что-то нереальное, нет. Путин задал тон своего госуправления, что вот я хочу, чтобы вы мне носили нереальное. Они говорят, поняли, будем носить так, как вы хотите. Потому что раз отвергнул, ну там говорят, в Украине армия 300 тысяч, может вырастить до миллиона буквально за 2-3 дня. Не верю, такую информацию не носите. Отвергли. Киев можем не взять. Не верю, такую информацию не носите. В Украине фашистов нет. Не верю, уберите того, кто носит эти фальшивые отчеты. Ну вот собрались, пришел Медведчук, принес 75% за Путина. Нравится? Конечно нравится. Киев возьмем за 3 дня. Вообще супер. Вся Украина выйдет с каравайами встречать российскую армию. Идеальный. Идеальный докладчик правильных разведданных. Вот его и оставили. В смысле, что потом вышли в поле, а все оказалось в бою, да, все оказалось немного по-другому. Ну, возможно, даже немного кардинально по-другому. Ну, вот на этом все и закончили. Поэтому ему комфортно в вот этих мифических отчетах. Снова же, ему же ты приносишь, он же там побеждает. Ну, сидит, наслаждается. Пишет Кабаева смс, что вот он побеждает в войне. Нет, главное, не включай телевизор, пишет Путин Кабаева, потому что в телевизоре все врут. Американский заговор. Все нас клеветят. Мы же знаем правду только вдвоем. И вот это, на самом деле, это еще тоже старческое, маризматическое. Ну и плюс происхождение. Он с Советского Союза. Были люди там с Украины, с Беларуси, я не знаю, с Грузии. А есть люди с Советского Союза. Вот у них нет родины. Вот у них всегда вокруг враги. Вот то, что Россия тоже ретранслировала всегда. Всегда враги, всегда врут. Поэтому все то, что ты сам себе выдумал, вот это идеальная родина, идеальная картинка, идеальная история. Поэтому Путин живет в своем мифическом мире. Вот Путин в стране чудес. И там все классно. Россия первая в мире. Россия обыграла Китай. Россия выиграла в Штатах. Россия там всех уничтожила. Ну и есть одна проблема. Этот мир существует в голове исключительно одного человека. Все остальные вот эти прислуги, эти все вассалы, они поддакивают, потому что у них нет другого шанса. Но в целом это исключительно, они все заложники его болезней. Недавно Путин якобы посетил оккупированные части Луганской и Херсонской областей. Встречался с генералами и заслушал от них доклады. При этом ни главкома Герасимова, ни министра обороны Шойгу не было. Почему? В целом Путин сейчас не так часто во время своих каких-либо официальных, условно говоря, визитов, поездок, встреч, он находится в постоянной кампании каких-либо командующих каких-либо силовых структур. Опять-таки это касается как министерства обороны, так это касается ФСБ и так далее. Он несколько абстрагируется. Да, встречи, чтобы выслушать доклад, да, видеоконференция, безусловно, это все есть. Но вот так, чтобы как в старые добрые времена уехать с Шойгу в тайгу, нет, такого уже не проводится. И оно, в принципе, понятно, поскольку на фоне того, как их так называемое СВО, она принимает все более и более негативную сторону для самой же России, у Путина возрастает негативное отношение и к генералитету Министерства обороны, к самому же Шойгу Герасимову и не только к ним. Он теряет доверие практически каждому персонажу. К Пригожину, да, потеряно доверие. К Шойгу, да, потеряно доверие. К Герасимову, да, скажу даже больше. Нарышкин, Патрушев, Бортников, даже эти, по всей видимости, уже потеряли тот уровень доверия, который к ним был по состоянию на 23 февраля 2022 года. И на фоне всего этого он, конечно же, как человек глубоко закомплексованный, старается абстрагироваться от этих людей и не довольно часто с ними как-то появляться на публике в их компании. При этом, опять-таки, абсолютно какие-либо принять меры по их наказанию он не может. У него ментальность, с другой стороны, такая же. И ее уже очень хорошо изучили. Практически каждый генерал, который терпел поражение и фиаско в войне в Украине, он не лишался своих званий, не лишался своих наград. В отношении него не проводились какие-то расследования, какие-то жесткие действия. Нет, его переводили на какую-то другую должность, а потом он возвращался, еще получал новое звание или новый какой-то там значок. Это все говорит о том, что у Путина есть еще один комплекс. Он все внутренние проблемы, которые происходят внутри этого силового блока, не любит выставлять на показ. То есть это еще со времен КГБ у него вот такой вот выработанный комплекс. Все, чтобы происходящее оставалось внутри этих стен. И видимость создавалась, что все опять-таки по плану. То есть вот эта вся история, все по плану, это еще исходит глубоко от психологических вот этих деформаций, которые имеются у Путина. А почему под телекамеры вытащили генералов, таких как Теплинский или Лапин, которые, как говорили раньше, были в опале? А камбэки постоянно здесь происходят. Камбэки происходят, ну, в течение 22-го года, например. Потеря доверия к Шойгу и Герасимову, рост авторитета Пригожина, который убедил, что он может воевать намного лучше и намного качественнее. Потом потеря авторитета Пригожина, возвращение на уровень даже командующего группой войск, российских эвакуационных войск в Украине Герасимова, возвращение опять-таки доверия Министерству обороны, немилость Пригожина. И сейчас Пригожин постепенно опять начинает восстанавливать вот это доверие, а Министерство обороны его утрачивает. Ну, я бы это сказал так, даже в какой-то степени это напоминает такую себе биполярочку, но в целом это просто круговорот одних и тех же лиц, потому что других нет попросту. Попросту других у них в наличии нет. Как эту колоду карт не перетусовывай, а карты остаются те же самые. Поэтому они только и занимаются тем, что вот их тусуют периодически и из-за отсутствия соответственно у них в обойме каких-то запасных боеприпасов, запасных патронов, попросту приходится вытаскивать одних и тех же персонажей. На сегодняшний день в России только Путин принимает стратегические решения, как военные, так и политические. Но если он опирается на искаженные данные, к чему это приведет? Как ошибочное восприятие ситуации влияет на принятие решений и как это проявляется? В первую очередь ошибочность решений это проблема системы управления. Проблема системы управления самими войсками, передовыми подразделениями, тыловыми, в целом всей группой войск российских оккупационных сил. И в принципе мы это сейчас наблюдаем. Система управления, она хоть и присутствует, но она неэффективная. Она кардинально неэффективная и не оценивая адекватно свои возможности, они продолжают совершать, ну скажем так, принимать решения, которые только негативно сказываются на их положении на том или ином участке фронта, на том или ином плацдарве. В целом это, конечно же, себя проявляло в течение 2022 года, достаточно ярко, но никакие выводы не были из этого сделаны. Они сейчас, скажем так, их основная тактика и стратегия это на авось. Вот как бы это, конечно, банально и смешно не звучало, но на авось. Они рассчитывают на то, что что-то может измениться в мире в геополитическом плане, что поможет им завершить эту войну в свою пользу. Что может измениться в мире? Ну, например, сменится президент Соединенных Штатов. Например, президентом станет Трамп. Или, например, какие были надежды относительно Бориса Джонсона ухода с поста премьер-министра Великобритании. Вот сейчас Борис Джонсон уходит с поста Великобритании и сразу начнется вот этот геополитический развал коалиции вокруг Украины. Множество других моментов. Уменьшение авторитета доллара в мире, экономические катаклизмы, еще ряд каких-то там моментов, которые могут повлиять и так далее, и так далее. То есть какие-то забастовки, протесты во Франции, Макрон даст слабину. То есть они постоянно рассчитывают не на свои какие-то тактические и стратегические решения в зоне боевых действий и не анализируют свои возможности ведения этих боевых действий. Ведь любой военачальник, который бы понял, что ему для продолжения войны необходимо снимать с консервации танки, которым уже больше 70 лет, он бы уже на этом этапе задумался, что пора эту кампанию военную сворачивать, выводить войска и минимизировать потери не только человеческие, но и технические. По данным разведки, Путин до сих пор не отказался от планов завоевать всю Украину, на основании чего он верит в свою победу. Я думаю о сентименте великого прошлого Советского Союза и Российской империи. Вот он пытается найти себе место между Сталином и Петром Первым. Вот чисто такая больная сексуальная фантазия между двух мальчиков. Он пытается найти себе место. Но, во-первых, и он им не пара, да, и вровень с ними не становится. И вот он придумывает себе этот мифический мир, где он живет там комфортно. Вот это мир прошлого, кстати. Вот и в нем он сам себе эти вещи расставляет шахматные. Вот и сам себя вставляет. И вот как ему нравится, в этой библиотеке книжки переставляет. Вот. Отчеты, которые ему носят, снова же, они уже с учетом того, что он хочет знать. Вот. А реально он ситуации же не видит. Вот даже те же приезды, да, Мариуполь, Луганская область, Запорожская область. Это все мифические истории, где фидбэк он сам себе рисует. Вот поеду я туда, и все в мире скажут вот так. Вот. С Запада он информацию тоже получить не может. Потому что Запад врет, манипулирует, хочет обмануть. Вот. Соответственно, вот он накрутил вот эти восемь уровней этой лжи и манипуляции. И вот где-то между ними, как дельфин плавает, и ему там комфортно. Вот. Насчет реалистичности ситуации, почему хочет все еще взять Украину, это комплекс. Вот это то, что ты получил всю Россию. На самом-то деле бесплатно. И ельцинские олигархи ему дали Россию. Да, часть он из них разыграл со спецслужбами, у которых были вот эти сетки психологического влияния, желания роста и обогащения. Ну, по большому счету, мог быть он, а мог быть и не он. Любой вояка мог быть и поставить. И, в принципе, было бы явно не хуже, точно и, возможно, даже и лучше. Олигархи просчитали. Но он это получил бесплатно. И он все получил. Вот все управление. Олигархи, деньги, бюджет, постсоветское пространство. Одна страна не захотела ложиться в эту вертикаль. Которая логично ложилась туда, как пазл. С ним даже Запад начал работать. Если анализировать первую каденцию, то даже Запад начал работать. А Украина не пошла. И вот этот комплекс, когда тебе царю все стали на колени и кланяются, а один человек стоит и говорит, я это делать не буду, это становится комплексом. Тогда все остальное государство и царство, оно уже в милость явно не попадает. И вот здесь этот комплекс Украины, он его уничтожает изнутри. Но в этом он тоже видит логику. Он понимает, что если не покорить Украину, тогда и остальные скажут. Ну, например, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Белоруссия. Ну, слушай, а если можно, а что нам нельзя? Почему ты хохлов отпустил, не наказал, не покорил? А вот такая история. Потому что он же не начал и побоялся строить либеральное постсоветское пространство, где объединены, ну, к примеру, Испания и отношения с Латинской Америкой. Да, они ими не управляют, но с точки зрения мягкой силы, круче, чем Испания, ни одного государства в регионе. Нет. Антиамериканские настроения. Европейский союз далеко и нелюбим. Китай пытается войти, но за 30 лет так ничего и не получилось. Испания, язык, испанские университеты, испанские книгоиздания, испанское контролирование из медиа полностью испанское. Казалось бы, 20 стран, больше миллиарда человек населения. Испания давно уже там не метрополия. А эти страны работают как колонии. Они сумели сохранить мягкую силу. Франция и Африка. Франция, я напомню, многим странам в Африке занимается управлением их курса валют. Они вымывают их деньги. Золото в прямом значении. Те золото добывают руками из земли, а эти вымываются их банковской системой. И неважно, сколько ты добыл, Франция, Париж себе каждый раз 10-15% ежегодно получает. Что же сделала Россия? Она сделала все наоборот. Она не построила вот это пространство влияния. Она пошла против Украины, проиграла и проиграла весь постсовок. Вот поэтому Путина, конечно же, желание есть. Это комплекс. Это Карфаген, который устоял и явно не собирается быть разрушенным. Наоборот, разрушает всех тех, кто на него нападает. Поэтому вот этот комплекс Путина остался. Исключительный вопрос к психотерапевту. Просто нужно идти и лечить этого больного пенсионера. А к чему приведет то, что в Кремле надеются на какие-то внешние факторы, а не рассчитывают на собственные действия? Россию это приведет к краху. Россию приведет к краху то, что она полагается на абсолютно какие-то эфемерные вещи. В принципе, мы это можем уже видеть по зоне боевых действий, опять-таки, где абсолютно не проводится анализ их возможностей. И поступательно они занимаются чем? Они домилитаризуются. Они сами себя успешно домилитаризуют. Потому что те технические потери, которые сейчас несет Россия, она не сможет восстановить через, например, после окончания войны, через 5 лет или через 10 лет, через 15 или 20. Что самое интересное? Все те технические потери по технике, которые понесла Россия, они невосполнимы с учетом возможностей ее военно-промышленного комплекса. Невосполнимы именно в этом технологическом процессе. То есть они не смогут восполнить эти тысячи Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90. Они смогут их восполнить, например, снятием с консервации Т-62 и Т-5455. Даже, возможно, Т-34, не исключаю абсолютно. Но это именно технологический вопрос. Сравнивать Т-54-55 и Т-90М-прорыв – это бессмысленно. Это глупо. Поэтому вот этот провал, который образовался, они уже не смогут никогда заполнить. И уже бы следовало бы это все заканчивать. В геополитическом плане аналогичная ситуация. Почему? Потому что они рассчитывают, что сменится президент в США. Такое впечатление, что когда сменился Абрак Обама и президентом стал Дональд Трамп, Россия каким-то образом стала легче с санкциями и вообще со своей гибридной войной в Украине. По-моему, нет. По-моему, стало еще намного хуже. Потому что, опять-таки, хромает аналитик. Не президент принимает решение. Президент в США танцует его окружение. И окружение Трампа на тот момент были в основном самые отъявленные русофобы-ястребы. И в перспективе будет такая же самая ситуация. Потому что русофобы-ястребы в республиканской партии имеют большинство. И они не дадут Трампу протащить в свое окружение вот эту небольшую кучку смутную, которая периодически пророссийские нарративы ретранслирует. Аналогичная ситуация с Китаем. Надежда на Китай. А для Китая это окно возможностей по вассализации России. То есть, опять, отсутствует аналитическая составляющая. Именно особенно в разрезе востоковедства. С востоковедами у них вообще большая проблема. У них основные популярные востоковеды, к которым прислушиваются. Они банальные пропагандисты. А профессиональные востоковеды, которые всегда говорят правильные вещи, о том, что никакой дружбы между Россией и Китаем не было, нет и быть не может, они в опале, их не слушают. И вот эта деградация профессионального востоковедства, она и приводит к тому, что они опять-таки хромают с аналитикой и в этом направлении. Ну, что ж, такова жизнь на сегодняшний день и реальность для России. Поэтому такая их стратегия, внутренняя, внешняя, она приведет исключительно к раху. Там все эти расчеты на эфемерные какие-то события, которые могут кардинально изменить ход боевых действий или восприятие мира России, оно не оправдано абсолютно. Итак, делаем выводы. Закомплексованность Путина и вера в свою непогрешимость привели к тому, что он просто отказывается воспринимать информацию, которая ему не нравится. А параноидальная подозрительность вообще заставляет его не доверять никому. В результате российский президент принимает решение, исходя лишь из собственного видения мира. Мира, который существует только в его голове. И это ведет Россию к катастрофе. С вами был Константин Игначук. Всего доброго.